С левого фланга от основной части зрителя у сторожевой башни появляются австрийские пограничники. Первый выстрел. Второй. Третий. Это происходит арт-подготовка русских войск. В ответ раздаются винтовочные выстрелы австрийских пограничников. Но с кого они стреляют в войсковую заветку пока еще не очень понятно. И вот им почему-то просеивается. И становится заметно, что к австрийской границе потихоньку, что было помалу, очень осторожно приближаются русские войска. Это, как я напоминаю вам, 190-пехотный аравийский полк. Бой принимает позиционные значения. В ходе Первой мировой войны было обычным делом. Но в ходе Первой мировой войны было бы повлиять. Зачастую при сводении спроса на данной перестрелке, но и там, как вы понимаете, угибали люди. На данный момент мы видим, что русских солдат гораздо больше, чем австрийских пограничников. Австрийские пограничники выполняют свой голубь, защищая границу. В обеих ряда каким-то образом оказался австрийский драгун в малиновой шапке. Не торопятся русские воины. Как говорят в этой стране, поспеши шпией, поспеши. Как говорят в этой стране, поспеши шпией, поспеши. Шаг за шаг. Наши усердные гряды усердные. Вот они уже сказали австрийскам, что такое австрийский драгун. Уважаемые зрители, что софт 145-й паровайский полк формируется в Екатеринкурской кубернии. Это практически наши с вами земляки, дорогие друзья. Австрийские пограничники переходят к более активным действиям. Он тоже приближается к нашему солдатам. И вот, кто из этой страны, кто-то не хочет рубать. Кто знает, быть может этот маленький, маленький эпизод Первой мировой войны закончится рукопатной схваткой, потому что противники становятся все ближе и ближе друг к другу. Поле практически ровное, и нашим солдатам не зачем укрыться, нет ни бугорка, ни холода, ничего такого нету, все лежат просто на открытом поле. Как у сеночки-то грустые, я думаю. Видите, как нашим ранним солдатам приближаются санитары. Эффективная стрельба идет с обеих сторон. Пока российские войны, несмотря на большую очистенность, ведут довольно укропное сопротивление и не думают сдаваться. А в повод с австрийским пограничникам с крыше стороны башни работает у лимона. В огнем наших солдатах, конечно же, приходится очень и очень тяжело. Вы видите, как на поле появились несколько солдат германской армии в шлемах Виттельхаут, в штраконечных шлемах, которые вы знаете. Немцы оказались более смелыми, чем австрийцы, которые практически сквозную подошли к нашей войне. Они были негативные. Они были отступили к нашей войне. Они были отступили на эвакуацию на армию. Которых постепенно подвозят. Они были отступили. Во всей видимости, наши части решили, что не взять на встречу, а просто и решили провести артиллерийскую подготовку. А тем временем, я думаю, что из-за храма выдвигается чешская часть Русской армии, они были сформированы в 1914 году на протяжении всей ритма. Смотрите, немецкие части перенесли свой огонь в сторону Казахстан Казахстан Скуف Ого-казахстан Прог lutан Сthrop Казахстан 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 Снова! Снова звучат такой стрелы. Нужно понять ничего. Как вы сами себя повели в такой дымовой завесе, когда ничего не видно? Куда к тебе стреляешь? Куда к тебе стреляешь? А ты слушай. Подождем несколько секунд, пока дымовая завеса как-то развеется. Это опасно. Редакторы наступления пошли. Ура! 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 Смотрите, смотрите, на стороне храма, расторгнув полковое знамя, выдвигается 194-й пехотный Троицко-Сергиевский фолк. Вспоминаю вам, что он сформировался в Бермской губернии. Уважаемые зрители, прошу вас, с криками «Ура!» поддержать атаку своих грехов! С криками «Ура!» наши солдаты бросают свою противника. Субтитры создавал DimaTorzok